Девушки отдыхают По следам британских террористов в Ливии задержаны отец и брат манчестерского смертника Салмана Абеди. Франция продлевает режим чрезвычайного положения. Официальный Париж уверен, что ИГИЛ планирует масштабные нападения в Европе. Сноуденгейт в Германии. Берлин завершил расследование по делу о прослушке немецких политиков американскими спецслужбами. Европейская часть первой зарубежной поездки Трампа. После встречи с Папой Римским президент со своей свитой прибыл в Бельгию на саммит НАТО. Их краса и гордость американского флота в Нью-Йорке стартовала самая популярная среди жителей и гостей мегаполиса неделя года – флит-вит. Великобритания раскритиковала США за утечки информации о теракте в Манчестере. Глава британского МВД обвинила американских чиновников и СМИ в том, что те раскрыли личность террориста до того, как это сделали британские спецслужбы. По словам Эмбер Рад, Скотланд-Ярд собирался не сразу публиковать имя смертника, чтобы воспользоваться, цитата, «элементом неожиданности». Лондон потребовал от Вашингтона, чтобы больше такого не повторялось. Чуть позже, сегодня же, агентство США «Этед Пресс» объявило, что в Ливии были задержаны отец и брат предполагаемого террориста. В общей сложности в рамках расследования задержаны уже пять человек. Британская полиция подтвердила, что смертник, взорвавший себя на стадионе, действовал не один. Наш корреспондент в Соединенном Королевстве Евгений Ксензенко продолжит. На фотографии у террориста Салмана Абеди почти детское лицо. Здесь он так подходит под описание своих знакомых. Увлекался компьютерными играми, болел за Манчестер Юнайтед и был дружелюбен. Однако оказалось, что это была маска, за которой скрывались ненависть и радикальные идеи. В доме преступника продолжается обыск. Семья Абеди переехала в Великобританию из Ливии в 90-х годах. Отец террориста сбежал от режима Каддафи. По предварительной информации, сейчас глава семьи находится в Ливии. Спецслужбы уже говорят, что, скорее всего, террорист не был одиночкой. Атака была хорошо спланирована. Поэтому сейчас все силы брошены на поиск подпольной ячейки. Установлено, что за терактом в Манчестере стояла группировка. Мы пришли к выводу, что Салман Абеди, устроивший взрыв на стадионе, был подготовлен террористической сетью. И еще одно сообщение. Во время взрыва 22 мая погиб полицейский, который не находился при исполнении обязанностей. Его имя не будет передано в прессу. Сам Абеди за несколько дней до атаки вернулся из Ливии. По другой информации, он прошел тренировку еще и в Сирии. В любом случае, у спецслужб нет сомнений, что убийца был связан с террористическими группами. Полицейские знали о Салмане Абеди. Он попадал в их поле зрения. Однако детективы сочли, что он не представляет угрозы. Почему? На этот вопрос еще предстоит дать ответ. Уровень тревоги в Великобритании со вчерашнего дня поднят до отметки «критический». Это в теории означает, что новая атака неизбежна. А на практике на улице Британии были отправлены солдаты и вооруженные полицейские. Критический уровень террористической угрозы останется в силе до тех пор, пока расследование не достигнет своих целей. На улицах крупных городов Великобритании будет присутствовать гораздо больше военных, чем сегодня. Их задача – охранять безопасность жителей и гостей страны. Под охрану взяли Букингемский дворец, резиденцию премьер-министра, парламент, Виндзорский замок и другие важные государственные объекты. В Виндзорском замке даже отменили традиционную церемонию смены караула. Всего Британия планирует отправить почти 4000 солдат для обеспечения безопасности. Сюда, на Альбер-сквер, люди уже второй день несут цветы, свечи, мягкие игрушки. Эта площадь стала местом памяти, ведь концертного зала все еще не подойти. Демонстрация единства – это в том числе и послание террористам. Нас не сломить. Тысячи человек пришли сюда и накануне вечером. Здесь прошла служба и митинг одновременно. Манчестер все еще в шоке и ярости, ведь террорист убил самых беззащитных и невинных жителей города – детей. Он жил здесь, да что там, вырос здесь, и вообще он мог пользоваться всеми благами страны, как ее гражданин. И вот после всего этого совершить преступление. Я думаю, это просто ужасно, и я не знаю. У меня просто в голове подобное не укладывается. 22 человека погибли, 64 раненые. Многие по-прежнему находятся в критическом состоянии. Тем временем люди продолжают массово сдавать кровь. Общее горе сплотило как город, так и всю страну. Митинги памяти проходят по всей Британии. Евгений Ксензенко, специально для RTVI, Манчестер, Великобритания. В знак солидарности с Великобританией, в память о погибших в Манчестере, многие достопримечательности мира отключили подсветку или изменили иллюминацию под цвет британского флага. Известный фонтан Жедо в центре Женевы перекрасил воду в красно-бело-синий. Юниор Джек сиял в центре крупнейшего города Арабских Эмиратов – Дубаи. А вот знаменитый римский Колизей в знак траура остался на всю ночь темным. В Нью-Йорке погасили свет на небоскребе Empire State. С наступлением сумерек выключили освещение на Эйфелевой башне. Высокая угроза терактов сохраняется и во Франции. Об этом заявил сегодня премьер-министр страны Эдуард Филипп. Мы приняли решение о продлении режима чрезвычайного положения. Усиленные меры безопасности будут действовать во Франции вплоть до 1 ноября. Президент Макрон также намерен принять новый закон для борьбы с террористической угрозой. Она исходит от группировки «Исламское государство», которая угрожает всей Европе, но особенно Франции и Великобритании. Режим чрезвычайного положения дает дополнительные полномочия правоохранительным органам Франции. В частности, сотрудники спецслужб получают возможность без ордера следить за подозреваемыми в экстремистской деятельности и проводить обыски. Кроме того, власти обладают полномочиями запрещать уличные акции. Напомню, впервые чрезвычайное положение во Франции было введено после теракта в Париже в ноябре 2015 года. С тех пор действие ЧП продлевалось шесть раз. ИГИЛ подбирается и к Южной Азии, но на Филиппинах исламизм не пройдет. Это пообещал своим согражданам Родриго Дутерте. Тот самый президент, который публично оскорблял Барака Обаму и который хвастался, что лично убивал и выбрасывал из вертолета преступников и подозреваемых в наркоторговле. Этой же жесткой рукой Дутерте обещает выкинуть из страны экстремистов. На всей территории Филиппин может быть введено военное положение. Такой сценарий не исключает одиозный президент этого южноазиатского государства Родриго Дутерте. Он готов пойти на столь решительные меры, чтобы не допустить распространения влияния террористической организации ИГИЛ в его, преимущественно, христианской стороне. Думаю, что ИГИЛ уже обосновался и на нашем острове Лусон. Терроризм уже очень близок, и я могу ввести в стране военное положение, чтобы защитить людей. Своей президентской клятвей я обещал Богу и людям, что будут защищать страну. Так оно и будет. Думаю, вы должны умереть. И вы умрете. Если нападете на нас, вы погибнете. Если решитесь на открытое неповиновение, вы погибнете. И если это будет означать, что погибнут многие, то так тому и быть. Накануне Дутерте пришлось прервать официальный визит в Россию и вылететь домой. В результате столкновения с террористами группировки Мауте в филиппинском городе Морави погибли от 4 до 7 бойцов армии, причем одного из них террористы обезглавили. Еще 33 солдата ранены. Убиты 13 боевиков. Спешно прибыв на родину, Дутерте сразу объявил максимально допустимой Конституцией 60-дневный спецрежим военного положения на острове Минданао, где и находится город Морави. Интересно, что именно в этом городе, в отличие от остальной страны, население преимущественно мусульманское. Помимо группировки Мауте, на Филиппинах действует как минимум еще одно объединение исламистов – Абу Саяф. Обе они присягнули на верность исламскому государству и уже успели заявить о себе. В Моравии и окрестностях террористы одержали победу в уличных столкновениях с полицией и сейчас контролируют целые районы. Тысячи местных жителей стали беженцами в собственной стране. Мы хотим куда-то поскорее спрятаться от боевиков ИГИЛ. Мы из Моравии, там сейчас просто хаос. Пока, пожалуй, переждем все это в другом городе. Филиппинская армия и полиция устанавливают в регионе контрольно-пропускные пункты, проверяют багаж граждан и готовятся отражать вероятные новые атаки экстремистов. Чрезвычайное положение, если оно будет расширено на всю территорию страны, позволит силовикам без судебных ордеров и официальных обвинений арестовывать и долгое время удерживать всех подозреваемых в терроризме. И что-то нам подсказывает, что таковых будет много. В Германии готовятся поставить точку в громкой шпионской истории длиною в три года. В 2013-м беглый сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден поведал миру о широкомасштабной слежке США за собственными и европейскими гражданами, включая первых лиц ЕС. Шпионили союзники, как хорошо помнят немцы, и за канцлером Ангелой Меркель, прослушивая в том числе ее телефон. В итоге Германия стала единственной страной, в которой за расследование деятельности американских спецслужб взялся парламент. Результаты работы специального комитета и собственную книгу об этом сегодня представил возглавляющий его депутат от правящей партии ХДС Патрик Зенцбург. Каким выводом пришли парламентарии, узнаем от Константина Гальденсвайга. Костя. Пока что можно говорить о выводах немецкой прессы, встретившей этот труд прохладно. Итогом работы комитета Бундестага по расследованию деятельности АНБ уже в июне должен стать доклад размером в 2000 страниц. Его билетризованную версию в сегодняшнем изложении представители правящей партии, то есть ХДС, представили на 200 страницах под заголовком «Среди друзей». Это цитата из возмущавшейся тогда же Меркель. Шпионить среди друзей никуда не годится, имевшей в виду администрацию Барака Обамы. Но вот по совпадению уже завтра экс-главу США Меркель как друга Германии встречает здесь же, в Берлине. А сегодня ее однопартийцы признают, что за три года работы этого комитета фокус расследования им пришлось сместить с роли американских спецслужб, так и непроясненной на изучение того, как им шпионить за немцами помогала немецкая же разведка. Один из выводов членов парламентского комитета, введя слежку в пользу американцев, германское БНД действовало без какого-либо контроля со стороны правительства и ведомства канцлера. В команде самой Меркель, ничего не слышавшей якобы о том, что происходило в БНД, говорят, что действовали по принципу «меньше знаешь, лучше спишь». За кем следила немецкая разведка из числа зарубежных политиков или послов, представляющих дружественные государства ЕС, все это отдавалось на откуп самой спецслужбе. А ведомству канцлера и лично Ангеле Меркель оставалось за тем лишь удивляться. Мы, разумеется, можем нести ответственность только за то, что находится в нашей немецкой компетенции. И у Германии отныне есть новый закон о разведке, новое законодательство о парламентском контроле за спецслужбами и новый глава федеральной разведслужбы, который пересмотрит всю структуру этого ведомства. Эти новые беспрецедентные реформы под лозунгом «своя разведка служит своей же стране» и ставит себе в заслугу правящая коалиция. И в самом деле сложно представить себе подобный комитет Госдумы, скажем, по расследованию злоупотреблений ФСБ. Но немецкая оппозиция критикует безвольное по отношению к США поведение германских властей. Американцы сотрудничать с Берлином отказались, лишь пообещав впредь воздержаться от подобной слежки, а англичане и вовсе проигнорировали запросы немцев. В итоге давать показания перед парламентским комитетом передумал и опубликовавший первым разоблачение Сноудена журналист-гардиан Гленн Гринвальд. Работу депутатов он назвал «бессмысленной имитацией и пустым ритуалом». А главный свидетель Сноуден поставил условие – допрос должен проводиться лишь в Германии с предоставлением нему здесь гарантии безопасности. От видеоконференции и встречи в Москве с немецкими парламентариями он отказался. В итоге, в то время как для многих в самой Германии Сноуден – герой-диссидент, авторы этого расследования пытаются изобразить беглого айтишника ЦРУ как авантюриста, возомнившего, будто он знает больше, чем знал на самом деле. Как мог такой герой, как Сноуден, бежать из США в Гонконг к китайцам, спецслужбы которых готовы прослушивать каждый дом, а оттуда еще и в Москву? Уже это меня во многом лишает доверия к нему. Однако все это, в свою очередь, лишает и многих в стране доверия к этим парламентским выводам. Журналисты на сегодняшней пресс-конференции уличили авторов книги в целом ряде фактических ошибок. В свою очередь, представители оппозиционных партий в Комитете Бундестага по расследованию деятельности АНБ готовятся обнародовать в июне свои неутешительные выводы о результатах этой деятельности. По их версии, этот скандал не исчерпан, а скорее замет. Спасибо, мой коллега Константин Гальденсвайк из Берлина. Владимир Путин сегодня вручал государственные награды в Кремле. Один из лауреатов, актер Евгений Миронов, передал президенту письмо от деятелей культуры в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова. Уже после церемонии Миронов рассказал, цитирую, «Я передал письмо с просьбой обратить внимание на это дело, дать поручение соответствующим органам вести расследование объективно, справедливо и без экстраординарных мер по отношению к уважаемым людям, которые готовы честно и открыто сотрудничать со следствием». Позже актер рассказал, что Путин уже знал об обыске в квартире Серебренникова и его допросе в Следственном комитете. По словам главы государства, он узнал о ситуации из новостей, уточнил Миронов. И я напомню, худрук «Гоголь-центр», одного из самых смелых инноваторских проектов современной России, Кирилл Серебренников, проходит свидетелем по делу о хищении бюджетных средств в размере 35 миллионов долларов. Эти деньги были выделены основанной режиссером организации «Седьмая студия». Накануне в Москве у здания театра прошла акция в поддержку Серебренникова. В ней приняли участие актеры, режиссеры, политики, журналисты и прочие неравнодушные. К полутора годам колонии общего режима приговорен еще один участник марша «Он вам не Димон». Столлер из подмосковного города Люберц Александр Шпаков признан виновным в нападении на полицейского во время антикоррупционного митинга 26 марта. По версии следствия, Шпаков несколько раз ударил кулаком в лицо сотрудника полиции, подполковника Валерия Гоникова. Во время заседания участник акции признал свою вину и принес извинения подполковнику. Гоников в ответ заявил, что не настаивает на тюремном заключении для подсудимого, но суд решил иначе. Добавлю, что уголовные дела были возбуждены против пятерых участников антикоррупционного марша. Один из них – актер Юрий Кулей. Несколько дней назад был приговорен к восьми месяцам колонии-поселения. Напомню, 26 марта во многих российских городах прошла акция, организованная политиком Алексеем Навальным. На улицы вышли десятки тысяч человек, возмущенных результатами расследования Фонда борьбы с коррупцией, о роскошной недвижимости, которой, по данным ФБК, пользуется премьер-министр Дмитрий Медведев. Это новости на канале RTVI. Далее в эфире. Европейская часть первой зарубежной поездки Трампа. После встречи с Папой Римским президент со своей свитой прибыл в Бельгию на саммит НАТО. Краса и гордость американского флота. В Нью-Йорке стартовала самая популярная среди жителей и гостей мегаполиса неделя года – флит «Уик». Все это через пару минут на канале RTVI. Оставайтесь с нами. На канале RTVI новости. Продолжаем выпуск. 45-й президент США сегодня начал свой двухдневный визит в Брюссель, где он встретится с лидерами стран-членов НАТО. В ходе предвыборной кампании Трамп жестко критиковал военный блок и называл его «устаревшей организацией». Однако после встречи с генсеком Йенсом Столтенбергом глава Белого дома заявил, что передумал и больше не считает НАТО анахронизмом. А в столице Бельгии американского лидера встречают довольно шумно. На улицы Брюсселя вышли тысячи человек. Причем возмущены они не только прибытием президента США, но и открытием в Бельгии новой штаб-квартиры НАТО. Активисты антинатовского и антитрамповских движений разбили в центре Брюсселя палаточный городок со всеми удобствами. Участники демонстрации заявляют, что Североатлантический альянс не в состоянии решить мировые проблемы. Активисты заявили, что готовят свое, цитата, «ненасильственное вторжение на саммит НАТО в этот четверг». Перед поездкой в Брюссель Трамп провел, по собственному признанию, фантастическую встречу с папой римским Франциском. Понтифик принял президента США в апостольском дворце. На прием в Ватикан Трамп взял не только жену Меланию, но и первую дочь Америки и ее мужа. Иванка Трамп и Джаред Кушнер – уже неотъемлемая часть свиты хозяина Белого дома. Журналисты отметили, что и Иванка, и Мелания ходились на встречу с главой Римской католической церкви строго по протоколу. В их туалетах не было белого, красного или фиолетового цветов, которые имеют право носить только папа и высшие сановники Ватикана, а головы были покрыты черной вуалью. Самая красочная и пьяная неделя началась сегодня в Нью-Йорке. Флит Уик – это когда к острову Манхэттен подплывают корабли ВМФ США. По всему городу проходят тематические мероприятия, а моряки выходят на прогулку по мегаполису. Все это в честь морской пехоты и береговой охраны. Каждый год празднование открывает парад кораблей. Флотилия разнообразных судов подходит вдоль реки Гудзон. Константин Рожков с утра любуется действом. Во-первых, это красиво. Огромные военные корабли подплывают к берегам Манхэттена для участия в параде, который открывает неделю флоту в Нью-Йорке. Телеоператоры уже узнают самые удачные ракурсы. Можно снять крейсер на фоне статуй свободы или выстроившихся в шеренгу на палубе моряков, проплывающих мимо знаменитых нью-йоркских небоскребов. Не каждое утро в Гудзонском заливе можно увидеть такое. В этом году флагманом парада стал гигантский авианосец «Кирсич», который по площади равен трем, а может быть даже четырем футбольным полям. У него богатый военный послужной список. Например, в конце 90-х именно этот корабль принимал участие в военной операции сил НАТО против Югославии. Мероприятие официальное, поэтому на время швартовки моряки стоят без движения, вытянувшись по стойке смирно. Но вот их сослуживцы с нижней палубы, вдали от командования, явно чувствуют себя более расслабленно. Каждый год корабли ВМФ США заходят в гавань Нью-Йорка на неделю, чтобы у людей была возможность своими глазами увидеть, что представляет из себя американский морской флот. А у самих моряков возможность отдохнуть в городе, прогуляться до Тайм-сквера, пропустить пару стаканчиков в местном пабе, если не злоупотреблять, командование не против. Ну что, ребята, рада, что наступила неделя флота? Конечно. О, да. Какой план? Что будете делать? Будем веселиться. Надеюсь, встретим много хороших людей в городе. Увидимся и хорошо. Авианосец Кирсидж бросил якорь прямо на Манхэттене у 86-го пирса, где так совпало. В разгаре была одна из вечеринок в честь служащих военно-морского флота. После такой встречи настроение у моряков должно быть приподнятое. Девушки в коротких платьях исполнили патриотические песни. В город прибыли около 5000 моряков. Иными словами, вероятность столкнуться с молодыми парнями в белоснежных кителях и узнаваемых белых шапочках на улицах Нью-Йорка возрастает в разы в течение всей следующей недели. Как правило, это вызывает особое воодушевление у девушек. Девушки всегда активно реагируют на моряков в белой форме. Вы ждете теплый прием? Да, мы ждем теплого приема. Моряки в белой форме смотрятся отлично. Уверен, нас везде будут ждать с распростертыми объятиями. В рамках недели флота запланировано множество развлечений. Кинопоказ военных фильмов прямо на палубе музея авианосца Интрепид. Показательные выступления морских пехотинцев на Таймсквир. Кроме того, все желающие смогут подняться на палубу тех боевых кораблей, что причалили в Нью-Йорке. Ну, а аттракцион, который уже завоевал огромную популярность в социальных сетях и даже получил отдельный хэштег «Селфи с моряком», доступен прямо сейчас. Мы свою возможность не упустили. Нападающий Барселоной Лионель Месси приговорен к 21 месяцу условного заключения за уклонение от уплаты налогов. Верховный суд Испании признал, что футболист недоплатил в казну 4,5 миллиона долларов. Изначально прокуратура требовала отправить Месси за решетку на три года. Однако суд учел, что звезда испанского футбола признал свою вину и даже выплатил государству часть долга. Также виновным признан и отец футболиста Хорхе Месси. Добавлю, что кроме условного наказания аргентинцу придется заплатить и 2,5 миллиона долларов в виде штрафа. И это все новости к этому часу. Итоги информационного дня в следующем выпуске новостей на РТВ в 7 вечера по Нью-Йорку. Далее в эфире программа «Особое мнение». Продолжение следует...